Всем привет! Добрый вечер, доброй ночи. Кто у меня тут в эфире, я не знаю. Сегодня день пиздец. Точнее, не день пиздец, а вечер пиздец. У меня сегодня было одно из самых жестких разочарований в моей жизни. Вообще просто, короче, я сейчас сижу, и я, блин, просто в ахуе, короче. Да при чем тут хайп, блин, народ? Вы вообще не про то. Короче, все знают, что у нас была такая тема, называлась «Списки Лесли». Это тема, которую мы все составляли. Это были те мужчины, которых мы хотим трахнуть, или с которыми мы хотим замутить, или с которыми мы хотим что-то сделать. И одно из первых имен в этом списке, который я составляла в том числе, лично для меня был Павел Дуров. Просто пиздец, как я хотела с ним познакомиться. Просто вообще для меня это был просто мужчина-топ, которого я хотела встретить, с которым я хотела пообщаться, с которым я хотела заняться сексом. То есть, ну просто, короче, вообще капец. И сегодня я с ним познакомилась, друзья мои. Я с ним познакомилась, познакомилась через Инстаграм, и в итоге встретилась с ним в White Club. Лично. Просто пиздец, как я разочарована. Вы знаете, деньги, там слава, еще какие-то вещи, могут разные вещи делать с людьми. И вообще с многими мужчинами в моей жизни я была знакома заочно, изначально. То есть, допустим, Лесли, я читала книжки сначала. Сейчас, короче. Я улягусь поудобнее, потом вам расскажу. С Лесли я была сначала, изначально знакома по книгам. Потом, когда я встретила его в личной жизни, ну просто в обычной жизни, я офигела. То есть, это чувак реально, который гораздо круче, чем он есть по книгам, хотя и по книгам он крут. И я читала, что все остальные люди такие же. Допустим, когда я познакомилась с Дерипаской, в нем тоже был свой кайф. То есть, ну, он определенно очень классный мужик, и в общем, в общем, короче, очень. То есть, ну, я первая, ну, поначалу, короче, была очень Олегом впечатлена, и все остальное. Но, в принципе, до сих пор это остается в какой-то степени. Вот. Про Дурова. Он конченый задрот. Ребят, реально. Вот все, что мне рассказывали про программистов, про людей, которые завернуты на какой-то фигне, ну просто для меня это было. Человек создал контакт, там, он, короче, там просто бомбический должен быть, там, я не знаю, ну, как я воспринимаю, то есть он, там, к миру должен, там, офигенно относиться, там, принимать его, я не знаю, быть таким открытым. Ну, какой бы я была, ну, на уровне определенной известности. Короче, чувак, так вот ходит в капюшоне, всего боится. Ходит с охранником. Ни с кем лишний раз не разговаривает. Боится, что его, не дай бог, будут снимать. Причем я ему говорю, да ладно, я тебя не буду снимать, держи телефон, хочешь, на, возьми. Я ему в руки отдала свой телефон, то есть, ну, я миру доверяю, мне, в принципе, пофиг. Ну, че, Дуров мой телефон спиздит, ну, серьезно. То есть, ну, не может, короче, быть такой темы. Ну, это просто, это было бы слишком смешно. Да пофиг, у меня второй телефон будет. Ну, не суть, у меня не была цель его, там, снять, или, там, с ним как-то поиграть, или поиздеваться над ним. У меня была цель с ним познакомиться, я реально фанатела от этого чувака. Я на это посмотрела. Такие понты. Столько, ну, реально, вот, чуваку нужно учиться, не знаю, реально, или брать у Алекса частные консультации, или учиться соблазнению, или учиться общению с людьми. Ну, если известность и популярность превращают человека в настолько замкнутое, закрытое существо, ну, это пиздец. Честно, друзья мои, то есть, ну, если, ну, кого-то из вас когда-либо коснется слава, бабло, или еще что-нибудь, блин, ну, оставайтесь открытыми к миру. У нас вообще, ну, нам проще, людям в теме, потому что у нас есть правила кодекса. То есть, там всегда говорят, да, там, будь открытый, мир дружелюбен, все такое. Но что значит, с чего ему быть со мной открытым? Мы договорились с ним встретиться, у нас встреча, понимаете? То есть, если ты не хочешь встречаться с человеком, не договаривайся с ним встретиться. А если ты уже договорился встретиться с человеком, ну, блин, ну, так общайся или что-то делай. Короче, пизда. Из топа моего просто, из топа моего мужиков он упал, блядь, на самое дно. Честно, ребят. Я, блин, не знаю, мое сердце разбито. И, короче, я... Паш, если ты это смотришь, правда, возьми у Алекса индивидуалку. Вот тебе прям надо. Вот от души прям тебе надо. Потому что, ну, я не знаю, как можно кайфовать от жизни, находясь вот в таком вот состоянии. Если еще и Путин окажется таким же задротом, правда, ребят, я повешусь на первой пальме, я вам клянусь. Не, не повешусь. Останется ЛС, который круто. Так что вот. Заболела немножко здесь в Дубае, очень климат такой. Видите, хожу кашляю уже неделю. Короче, я думала, что я сегодня влюблюсь. И каждый раз, когда ты думаешь, что ты влюбишься, я тут разговариваю с одной из первых пассий Олега Дерипаски, как раз по WhatsApp. Мы очень плотно дружим с девочкой. Вот. Я, короче, ей рассказываю эту тему. Говорю, прикинь, блин, такая штука. Я, короче, с дуровым познакомилась. Меня трясло, когда я ехала на эту встречу. Меня первый раз вообще колбасило за последние два года. То есть, чтобы я там собиралась на встречу с мужчиной, и реально, ну, меня прям дергало. То есть, я волновалась прям серьезно. Настолько мне хотелось с ним встретиться. И такое, такое вниз, такая раскачка, короче. Это, это жесть. Так что, вот такая тема, ребят. В жизни бывают огорчения и разочарования. Ну, если кто-то хочет встретить Павла Дурова, то White Club, VIP Lounge, проходите. Прям к сцене пройдите, он слева. Я, кстати, встретила много ребят. Оказывается, пиздец, какая я популярная. Мне уже самой тоже надо будет в капюшоне скоро ходить, потому что я прошла там через русских ребят. Сразу со мной все фоткаться, там все, типа, ой, там, Настя, давай, короче. Ну, очень, конечно, приятно, очень классно. Не знаю, может быть, со временем это надоест, но пока я кайфую, то есть, пока все, короче, классно. Моя следующая цель, ну, остался один мужчина, с которым я хочу познакомиться. Я об этом уже говорила сегодня. Я очень хочу с Путиным познакомиться лично. Ну, и о том, что я, ну, сужу по видеозаписям девчонок, вот, кто с Путиным знакомился, то есть, он вроде как должен быть нормальный чувак. Но если нет, это, короче, будет капец. Не, в любом случае, хорошо, что я познакомилась с ним. То есть, я, во всяком случае, увидела его в жизни. Я, ну что, знаете, как наша встреча закончилась? Я к нему подошла, говорю, давай телефон, я пойду. Он, типа, нет. Ну, типа, не... Ну, я же ему телефон свой отдала. Ну, типа, он боялся, что я его буду снимать. Я ему говорю, давай, ну, на тебе телефон, короче, пофиг. Говорю, давай. Я, короче, пришла сюда искать чувака какого-нибудь. Классно с кем-то потрахаться, классно провести время. Если ты не по этой части, то я пойду. Он отдал мой телефон охраннику. И только когда я вышла из вип-лонжи, он мне охранник отдал свой телефон. Ну, если бы я хотела его снять, я бы сняла на другой телефон. Я бы нашла, как его поснимать. Я искренне хотела познакомиться с чуваком, но не так много в моей жизни мужчин, с которыми я реально хочу познакомиться. Вот Абрамович мне сейчас пишет, кстати. Я честно, я после такого разочарования, как сегодня, я не рискну больше какие-то ожидания испытывать касаемо мужчин. Хорошо хоть Навальный оказался прикольным челом. Честно, я думала, что организатор такого говна, всех этих забастовок, всего остального, ну он какой-нибудь тоже будет крэйзи, у него достаточно агрессивные последователи. Когда с ними один на один общаешься нормально, а когда они в толпе, у них прям крышка съезжает. В итоге от Алексея Навального у меня остались исключительно позитивные ощущения, то есть все, короче, все классно. А вот насчет Павла Дурова, конечно, капец, просто капец, честно, ребят. Ну, я, конечно, желаю Паше там, не знаю, развиваться, нанять себе какого-нибудь там, я не знаю, психоаналитика там, блядь, секс-тренера, ну кого-нибудь, чтобы его полечили, чтобы он, наконец, расслабился. Потому что жить в таком состоянии боязни всего, может, он меня так боялся, может, он со всеми другими людьми себя по-другому ведет, ну, в общем, короче, капец. Так что вот, друзья, как мне Бали... Да, нормально, там вода холодная, правда. Ну, и Бали классно, если ты серфом занимаешься, допустим, ну, катаешься там, то есть там классные темы. Почему со мной знакомятся известные люди? Ну, потому что я сама по себе достаточно интересный людь. Ну, вы у них спросите, почему они со мной знакомятся на самом деле, потому что я никого не ищу, очень мало, очень редко я как бы сама ищу какую-то конкретную цель. Ну, вот, на Путина я сейчас наехала, правда, его, да, я ищу сама. Вот, со мной сегодня там связался какой-то представитель странный, но я пока его не прочекаю, ничего не это. Так что вот. Всё, ребят, спокойной вам ночи. Правильная, порядочная рыба, на ночь наедается гороха и ложится спать. Пофиг, что в 5 утра, завтра, простите меня все, сплю, вот, пока не высплюсь. Поэтому ни постов вам не звоните, меня нету. Где-то там за чертой чёрной моря, его сейчас не видно. Но мы его чувствуем, правда. В тот самый момент, когда очень-очень хотелось лечь спать. Но у тебя такой вид из окна, что лечь спать нереально. Ну и хочу отметить парочку вредных личностей, которые смотрят на Луну и взирают на город. Насчёт того, когда же я сплю. Я пыталась лечь спать. Как можно лечь спать? Как-то так красиво. Залипло. Лето, иди домой. Пора кушать. А кто это сегодня не лежит? Когда не знаешь, что в жизни делать, просто бери резинку. Вот такая хватит. Смотри. Кровь.